Покрываем ногти двумя слоями гель-лака. В этом случае у меня коди номер 124. Чтобы накрасить гель-лак под кутикулу, используйте тонкую кисть. После просушки покрываем топом. Стираем липкий слой и рисуем белой гель-краской или гель-лаком, если вас устраивает его консистенция. Длинные изогнутые линии мне удобнее рисовать кистью с тонким длинным ворсом. Длина ворса примерно 11 мм. А промежутки или утолщения линии я уже дорисовываю кистью колонок 00. Посыпаем непросушенный рисунок прозрачной мерцающей акриловой пудрой и сушью. Как сделать акриловую пудрой мерцающей, смотрите в предыдущих моих видео. По тому же принципу выполняем рисунок на соседнем пальце. И если вы не уверены, что рисунок получится с первого раза, выполняйте его поэтапно, как я показывала в прошлом моем видео. Если сложить пальцы в месть, получается сердечко из двух половинок. Так как у меня день рождения 14 февраля, мне захотелось сделать этот дизайн более нарядным. Для этого я дополнила его стразами. Стразы я выкладываю на густую базу. После просушки промазываю дополнительно еще раз базой. В этом случае только с одной стороны, чтобы не вымазать дизайн. И опять сушить. Как видите, остался бортик от базы в месте крепления страз. Чтобы скрыть его, нужно просто покрыть эти участки топом, заходя на бортики от базы. Наш дизайн готов. На мой взгляд, он получился оригинальным и праздничным. А вам понравилась эта идея? Напишите в комментарии. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!